Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Это Джонни Бонассера 2. Мы продолжаем играть, и я уже не помню, что мы должны были тут делать. Мы, по-моему, должны были помочь Айоле очаровать Бетти Сью. Вроде бы, как бы, такая у нас была цель. Если я всё правильно помню... Так, пароль от шкафчика, шокер, сахар, это всё, конечно, зашибись. А что у нас осталось? Героем он стал. Значок у него там, медалька, висит. Давай пообщаемся, да, посмотрим. А ты должен обольстить её при помощи слов. Я заставлю бы идти. А ну давай попробуем. Давай ещё раз. Снова ты. Я человек чести, никогда тебя не подведу. То, что мы слышали, когда шёл сериал, то есть теперь мы должны эти выдержки, которые ей так нравятся, использовать для обольщения. Я целиком отдаю своё тело и душу. Мои дни наполняются смыслом. Стоит лишь на тебя взглянуть. Твои дни наполняются смыслом. Стоит лишь на тебя взглянуть. О чём это ты? Ты что, с ума сошёл? Прекрасно. Потом, и насколько я помню, там что-то было, я типа без ума от тебя, без ума от меня и так далее и тому подобное. Бойтесь, у других женщин для меня не существует. Я люблю тебя. Ты моё солнце и звёзды. По-моему, эта фраза была, но, по-моему, она была позже. А я без ума от тебя. Ну, давай выберем. Типа, я от тебя без ума. Я без ума от тебя. Я без ума от тебя. Без ума полностью. Думаешь, ты сможешь завоевать меня милыми любезностями? Ну, мне кажется, что да. Так, мои дни наполняются смыслом. Что там у нас в начале было? Я целиком отдам своё тело и душу. Давай выберем так, попробуем. Я целиком отдам своё тело и душу. Если ты дашь мне шанс, я всё брошу ради тебя, Бэттис Ю. Да ты со всеми так говоришь. Ей, видимо, этого мало. Там была фраза, по-моему, что других женщин, кроме тебя, не существует. Поэтому давайте поищем. Вот, есть такая фраза. Других женщин не существует для меня. Скажи, что женщин не существует. Бэттис Ю, других женщин для меня не существует. Ты самая лучшая. Как мне тебе доверять? И что мы можем выбрать? Там главный герой говорил, что он, типа, человек чести. То есть всё, что он говорит, это правда и так далее и тому подобное. Это первая фраза, которая есть в нашем диалоге. Скажи, что ты человек чести. Я человек чести. Я никогда тебя не подведу. Ай, Йоли, ты просто прелест. Ты просто душка. Возьми меня прямо сейчас. Я буду ждать тебя на складе. Хорошо. Ужайду. Ужасно нервничаю. Спасибо, Джонни. Охренеть. У них сейчас будут шуры-муры. Охренительно. Так, забираем биту. Биту нам ещё пригодится. Кофе надо? Лучше оставь его здесь. От кофе я остановлюсь гиперактивным. Понятно, принято. Зачем? А зачем мне бита? Ай, Йоли? У нас сделка. Ты обещал помочь мне выбраться отсюда. У нихера. Хе-хе. У пацана всё в порядке. Зацелованный, взъерошенный. Всем постам. Джонни Бонасера. Что? Бонасера сбежал. Чёрт подери. Как он сумел это сделать? Идём, проверим всё. В общем, значит, эти ушли. На этом всё. Больше не беспокой меня. Я занят. Чёрт. Ладно. Ладно, Мерми, ладно. Давай смотреть. Значит, эти мудаки ушли. Всё вроде бы. Хотя пошли посмотрим. Они, по идее, должны были зайти в камеру, да? В саму. О-о-о. Не знаю, откуда у этого мелкого, сумасшедший отчёт. Неважно, пока мы здесь... Эп, я не успел. Эй, игра. Бля, там был диалог, я не успел. Чё-то он пролетел, как фанера, блядь, над Парижем. Я не стану тратить на это время. С той стороны стекло. Они меня не увидят. Я не стану тратить-то. В смысле не стану-то, блядь? А отчёт? То есть он на него даже не смотрит. То есть Джонни на него даже не обращает внимания. То есть там какой-то отчёт лежит важный. Я так понимаю, что дальше, видимо, придётся его забрать. Пошли посмотрим, чё у нас тут в холле. Чё тут? Рецепт. Эээ, рецепция. Можно позвонить в звоночек. Дзелынь. Дзелынь, бля. Секундочку. Ладно, пока никого нет. Пошли выйдем, посмотрим, чё на улице. О, наш старый дружище, который, насколько я помню, находился с шапочкой из фольги и пытался что-то там травить, топить за инопланетян. Не уверен, он совсем поехавший или наоборот гений. Мам-мам-мам. Классная музыка. Музыка, блин, топчик. Что у тебя за протест? Протест. Агенты Колдер и Холдер ворвались ко мне домой и забрали мой отчёт по пришельцам. У меня ушли годы на то, чтобы собрать все свидетельства контакта с пришельцами для этого отчёта. Там были и доказательства существования Ангара-19. Что это за Ангар-19? Ангар-19 — это секретная база, где государство хранит все найденные предметы инопланетного происхождения. Там находится летающая тарелка, которую обнаружили на ферме после крушения. В каких контактах с пришельцами идёт речь? Пришельцы уже долгие годы похищают людей для своих экспериментов. Иногда они отпускают их, сбитыми с толку, в милях от места, где забрали, а иногда те исчезают навсегда. Пришельцы забрали мою мать. Я предупреждал тебя, а ты меня не слушал. Зачем они её забрали? Они похищают людей, чтобы их изучать. Обычные штуки. Вставляют анальные зонды, оплодотворяют женщин гибридами людей-пришельцев, проводят множество жестоких экспериментов. Кто-то говорит, что они питаются людьми. Я не позволю. Как мне найти их? Воздушные силы пытались добиться этого годами, но всё бесполезно. Пока удалось захватить лишь одну тарелку. Да и она, видимо, упала на ферму случайно. Внутри нашли мёртвого пришельца. Помоги мне, я должен спасти свою мать. У меня есть идея. Ты должен захватить летающую тарелку из ангара 19. А где он находится? Координаты есть в отчёте, который забрали. Ты должен достать этот отчёт. Видимо, та папка, которая лежала в комнате для допроса, наверное, это она и есть. И музыка заиграла. Зашибись. Ма-ма-ма. Шикарно. Музыкальное сопровождение в этой игре феноменально. Когда мы его достанем, как добраться до ангара? Нам нужен какой-то транспорт. Сможешь его достать? Считай, что дело сделано. Вон полицейская тачка стоит, я вижу. Воспользуйся летающей тарелкой из ангара. Я пошёл, надо торопиться, братишка. Так, полицейская тачка. Она заперта. У меня есть бита. Может, жахнуть, блядь? Хуя, блядь. Как в ГТАшке. По полицейской машине, битой. Это нормально. Прямо возле полицейского участка припаркована машина, которую мы взяли и разбили как витрину. Я что-то взял. На фляге написано «Собственность Макларена». Должно быть, это его машина. Макларен сидит в тюряшке сейчас, насколько я помню. Там ничего нет. Что мы взяли? Фляга. Ну, туда я вряд ли что-то налью. Это была бы дичь. Так, машину я посмотрел, багажник не открывается. Ну ладно, почапали. Тут вообще работает? Алло, секундочку. То есть, куда бы я ни пошёл, всё время этой барышни нет. Или не барышни, кто там? Да иду, я расчешу только волосы. Ух, да ладно, я дождался. Это ж Леди Гага, что ли? Она похожа на Леди Гагу. Я б сказал, что она поклонница Леди Гаги, только вот она не признаётся. Да, она реально похожа на Леди Гагу. Вы похожи на Леди Гагу. Леди Гага чёртова обманщица. Знаешь песню Bad Romance? Я её написала. Она была моей соседкой по квартире. Она ещё и мой стиль скопировала. Она была ужасно скромной, когда мы впервые встретились. Я не удивлён, что у тебя ведь такой классный стиль. Мою мать похитили пришельцы. Тебе нужно поговорить со спецагентами, которые тут торчат. Не знаю, где они. Попытаюсь их найти. Нет, не надо. Это совсем не обязательно. Я никуда не тороплюсь, вернусь в другой день. Я потерял своего кота. Инспектор Смит занимается пропавшими людьми и животными. Второй этаж. Спасибо. Меня побил один панк. Я думал, а он в раздевалке. Не переживай, я найду его. Так, а Йоли мы уже потеряли. Меня ограбили. По поводу ограблений надо говорить с инспектором Фабрисом. Его офис в конце коридора. Сейчас он занят. Можешь посидеть тут, пока ждёшь своей очереди. Держи его, визитка. Ладно, спасибо. У нас есть визиточка. Детектив Фабрис. Я расследую всё, что угодно. 555-3732. Подожди, ты чё, куда пошёл, алё? Там же ещё диалоги были. Ах, мне ничего не нужно. Ладно. Слушай, поехали к Макларену. Хотя бы наведаемся, посмотрим, что там у него. Так, этот вот, ключики, понятное дело. Макларен, по идее, должен... Табличка. Лучше не стоит. А вот Макларен. Та машина на парковке ваша. Да, моя. Дадите свои ключи? Нет. Мне нужна машина, чтобы спасти свою мать. Вытащи меня отсюда, и я тебя подвезу. Как вас отсюда вытащить? Докажи, что я невиновен. В шкафчике Ромеро есть диктофон. Настоящий преступник он. Какой у Ромеро номер шкафчика? Первый. Какой код у шкафчика Ромеро? Я понятия не имею. Так, не буду мешать. Ну, у меня, в принципе, есть бита, поэтому попробовать хотя бы можно было бы. Поехали. Так, шкафчики это там, где сидел у нас Айоль. Поехали, попробуем. Текс. Айоли вот. Раздевалка. Текс, заходим. Он сказал, у него, по-моему, первый шкафчик. Давай попробуем жахнуть шкафчик один. Хуя, блядь. Правильно, бита это решение всех наших проблем на все времена. Поэтому хуя. А, все, сломали уже? А вот и диктофончик. Зашибись. Тут больше нет ничего. Так, диктофон у нас есть. Его надо чем-то комбинировать? Наверное, нет. У нас больше ничего нет. Так, он сказал, чтобы этот диктофон мы использовали по назначению. То есть, надо доказать невиновность Макларена. Поехали на второй этаж. Посмотрим, что там происходит вообще. Айоли не должен был найти чертову рыбину. Мне нужно как-то забыться. О, у меня есть бухло, кстати. Идеальное, наверное, по меркам этой игры средство для того, чтобы забыться. Держи, алкоголь, чтобы забыться. Спасибо, мелкий пиздюк. Вот что нужно. Отлично. Смит, вот что я тебе скажу. Отлично. Я же все спланировал. Но я не записываю. Диктофон у меня внутри. То есть, я должен где-то его включить. Заткнись, малон. Здесь же пацан. Ты че? Ты прав. Слушай, давай, короче, его спрячем тут. Мусорник. Хуяк, бля. Я оставлю его и здесь включенным. Они все равно ничего не заподозрят. Так, уходим. Я могу вернуться, типа, на первый этаж. Кстати, пошли пока к детективу. Может, он там пока будет бухой. Он напьется сейчас. Наверное, расскажет все свои планы. А инспектор Фабрис у нас здесь. Ну, тут сидит, короче, это Бабеха. Давай еще разок. Она пока отсюда не свалит. Мы ничего сделать не сможем. Поэтому давай будем разбираться дальше. С Малоном, с Маклареном и так далее и тому подобное. Поехали. Так, они на втором. Сейчас мы с ними как-то что-то порешаем. И тут ты услышал все о моем гениальном плане, который не должен был провалиться. Вот так. Зашибись, блядь. Все, берем диктофон. И там, по идее, я взял глупую рыбину шефа и положил ее в шкафчик Макларена, чтобы подставить его. Я добыл признание Малона. Красава. Вот это заебись. Так, наверное, мне нужно это показать начальнику полиции, да? То есть... А он уже, в свою очередь, должен выпустить Макларена. Вот шеф полиции. Так, начальник. Шеф Макларен невиновен. Послушайте это. Вот доказательства. Я взял глупую рыбину шефа и положил ее в шкафчик Макларена, чтобы подставить этого ублюдка. Не знаю, как план мог провалиться, я же все продумал. А Юлия опередил меня. Черт! Я пухой. Божечки мои, мы совершили ужасную ошибку. Нужно все исправить. Ты будешь гнить здесь до конца своих дней, Малон. И знать не хочу, что ты делал с моей бедняжкой Робертой. Чертов псих, бля. Прости меня, Макларен. Ничего страшного, шеф. Кстати, охранник у дверей плохо работает. Он уснул, должно быть, устал. Идем, Макларен. Но мы отчет не взяли. Подожди, мы скоро. Поторопись, мелкий. Уа-уа-уа-уа-уа. Феноменальный саунд. Не, в тачку нам не надо. В тачку еще рано прыгать. Нам нужен отчет, как минимум. А что хер мы знаем, как мы его заберем-то, бля? Так, кто у нас остался из действующих? У нас есть визитка детектива Фабрика. Фабрица этого. У нас есть диктофон. У нас остался, кстати, между прочим. Еще есть электрошок, диктофон. Может, позвонить? Таксофон. У меня, кстати, я монетки набрал. По-моему, они подходят для таксофона. Нужны монеты. У меня есть монеты. Аж три штуки, блядь. Хуяк. Теперь нужно номер набрать. Давай с визитки возьмем. Детектив Фабрис на проводе. Вам пришла посылка, она на ресепшене. Роберт Роби сбежал. Ваш дом горит, вам нужно выезжать немедленно. Я могу попробовать, в принципе, наверное, все варианты, да? Давай попробуем. Детектив Фабрис, вам пришла посылка, она на ресепшене. Сейчас не могу отойти, ее заберет администратор. Бля, ты издеваешься, что ли? Твою мать. Ладно. Поехали. Я, в принципе, думаю, что там монетки еще можно взять на втором этаже. Так, нужно набрать номер. Набирай. Набирай номерок. Детектив, вам пришла посылка, Роберт Роби сбежал. А Роберт Роби, между прочим, реально сбежал. Не пытайся меня обмануть, тупой ты сопляк. Этот мерзавец за решеткой. Нет, блядь. Может, надо заставить его вниз спуститься и посмотреть, что его там нет? Хер его знает как-то... Ну давай, еще монетка есть. Теперь нужно набрать номер. Пип-пип-пип-пип. Так, детектив Фабрис на проводе. Ваш дом горит, давай скажем. Больше вариантов нет. Вам нужно выезжать немедленно. Отстань от меня, прохиндей. Я устал от твоих шуток. Твой пранкер. Самый настоящий пранкер. Ладно. Подожди. Стопэ. Подожди, подожди, подожди. Фотка той же бабы, смотри. Это его жена, что ли? Вон, это же, видишь, на столе стоит... Фотография девушки. И только что я просто ее увидел здесь. На столе у шефа полиции. Это, наверное, его дочь, скорее всего. Что логично. До свидания. Саебись, бля, диалог. Фотография. Я не стану тратить на это время. Почему нет? Фотография молодой женщины. Возможно, дочка шефа. Начальник полиции. До свидания. То есть мне надо как-то это сопоставить. Может, я могу в визитку? Не, визитка не работает. Дочка шефа. Фотография молодой женщины. Странно, она такая же, как в офисе с шефом. А возможно, это жена Фабриса. Вот. Вот это уже зацепка. Вот это уже полноценная зацепка. Я, наверное, могу спросить у начальника об этом. Почему у Фабриса в офисе стоит такая же фотка? Женщина на фотографии. Моя дочь Оливия. Она жена Фабриса. Оливия беременна. И скоро у нее начнутся роды. Я стану дедушкой. Поздравляю вас. Благодарю, кадет. До свидания. Фу, можно позвонить, типа, сказать, что жена рожает, наверное, да? Ну, то есть дом его не трогает. Это, типа, пранк. Роберт Робби его не интересует. Он за решеткой, как он говорит. Значит, мне нужны монеты. Значит, мне нужны монетки. Монетки были у нас на втором этаже. И по логике, если правильно все сопоставить, то, по идее, наверное, с беременностью. Он же знает, что она беременна, правильно? И мы знаем, что она беременна. Давай парочку возьмем. Сколько там можно? Четыре штуки, я думаю, хватит. Котик сидит по-прежнему в микроволновке. Мне даже, блядь, жалко его стало. Но ничего плохого. Мы просто его изолировали. Мы изолировали котика от этого опасного бренного мира. Значит, так, монетки. Пошли, позвоним. Позвоним по телефону. По таксофону, точнее. Я уж такие давно не видел. У нас были с карточками, я помню. Карточку вставляешь пластиковую, и можно было звонить. Значит, берем таксофон. Детектив на проводе. Так, ваш дом горит. Детектив, у вашей жены начались роды. Ну, это очевидно было. Надо же как-то выманить его. Вы ее акушер? Да. Как вас зовут? Доктор Писькотрок из Кореи. Писькотрок. Доктор Джонни Моносера. Писькотрок. Снова ты мелочь невоспитанная. Я до тебя доберусь. Притом мы стоим прямо возле входа в его, так сказать, офис. Ладно. Давайте пообщаемся с начальником. Как зовут акушера вашей дочери? Зачем тебе? Моя девушка беременна. Так что мне нужен хороший акушер. Ты слишком молод, чтобы зачать ребенка ходит. Тебе стоит использовать контрацепцию. Держи, его визитка. У меня дома есть еще одна. До свидос. Спасибо, старикан. Так, что там, кто там у нас? Доктор Грегори Флетт. Это, видимо, отсылка к доктору Хаусу. Там был Грегори Хаус. А здесь Грегори Флетт. Хорошо. Тем не менее, тем не менее, давай позвоним еще разок. Бля, придется, видимо, за монетами снова бежать, что ли? Так, позвоним-ка Грегори Флетту. Алло. Как вас зовут? Я доктор Грегори Флетт. Алло, доктор Грегори Флетт. Да. До свидания, блядь. Херенный диалог. Куда ты пошел? Алло. Вернись. Так, теперь нужно набрать номер. Ну, давай, позвоним еще раз. Так, куда ж ты? О, господи. В смысле? Блядь, я просрал монету, прикинь. Я случайно пальцем задел, он отошел и просрал монет. Ладно. Возьмем еще монеток. Жалко, что нельзя больше четырех брать. Поехали. Так, значит, нам надо сказать, мы имя типа Акушера уже знаем, поэтому Грегори Флетт мы назовем его по идее. Если этот коп не тупой, то он как бы понимает голос пацана мелкого и голос взрослого мужика Акушера. То есть, ну, типа, может быть, что телефон плохо передает, там, связь плохая и так далее и тому подобное. Посмотрим, посмотрим, как будет. Так. Я же вроде четыре брал. Странно, что три. Теперь нужно набрать номер. Я понял. Да куда ж ты, блядь? Идиот, сука. О, боже, я опять просрал монету. Твою мать. Монетку забрал, блядь. Зажал, да? Есть такое дело. Так, звони давай. Блин, мне придется опять идти туда. Так, значит, ваш дом горит, это уже было. Вот, смотри, продолжаем. Да. Как вас зовут? Меня зовут Грегори Флетт. Из какой клиники вы мне звоните? Да ебаный свет. Какуда я ебу, какая-то клиника? Стального скальпеля одаренных детей. Клиника одаренных детей. Кажется, вы не туда попали, это не наша клиника. Твою мать. Так, не придется позвонить еще раз этому. Да что ты? Твою мать. Я снова взял три монетки и готов снова звонить. Так, теперь главное не просрать снова все это дело. Так, значит, что мне надо? Мне надо узнать, какая клиника. Значит, позвоним снова этому доктору Флетту. Узнаем, где он там. А не могли бы вы сказать название клиники, в которой работаете? Конечно, клиника Снежного Короля. Хера себе, блядь, название для клинички. А теперь мы знаем, в принципе, имя, мы знаем клинику, так что все должно сработать. Звоним детективу. По старой схеме. Жены роды. Ушер, да. Учитывая то, что мы уже несколько раз ему звоним, он должен был что-то заподозрить. Грегори Флетт. Снежный Король. Вот. Спасибо, что позвонили, доктор, я уже в пути. Прошел мимо нас, даже не заподозрил ничего. Фух, он меня чуть не спалил. Заебись. Теперь мы можем зайти сюда. Чёртов ублюдок, ты вломился в мой дом и ограбил меня. Рейвен, точно её Рейвен же зовут. Мы должны оставаться как бы в нормальном самочувствии. Пришельцы похитили мою мать и твоего возлюбленного. Ты должна помочь мне их отыскать. Я тебе не верю, пришельцев не существует. Они существуют, детка. Ты скажи. Ладно, жди здесь. Чем я буду ей, блядь, доказывать? Можешь шокером бахнуть просто и всё? Ай, бля. Ладно. Единственное... Тихо. Единственное доказательство существования пришельцев лежит у нас вот здесь вот. Ну, как я понял. Лежит вот в этом отчёте, который надо забрать. Либо поспрашивать у того чувака с этой самой шапочкой из фольги. Может, он чё знает. Леди Гага у нас тут на рецепции. А, заебись, а чё бы и нет. Так, братан, ты чё-нибудь знаешь? Где находится ангар? У тебя есть доказательства того, что пришельцы существуют, братишка? Конечно, фотография всё доказывает. Чё за фотка? Это же не фотошоп, верно? Кто будет тратить время, чтобы сфабриковать доказательства о существовании пришельцев? Хе-хе-хе. Блядь. Естественно. Конечно, никто же не будет заниматься этим. Да? Всё ясно. Берегись, а не везде. В чём за фотка? Фотка, где НЛО похищает корову. Это, по-моему, такое, знаешь, это каноничность уже просто самая настоящая. Ладно. Раз у нас есть фотография, значит, Рэйвен мы можем без проблем теперь переубедить. То есть, понимаешь, такой юмор добрый, незатейливый, незамысловатый. То есть, девочка умом особо, как говорится, не на зелёное, поэтому она во всё поверит. Я тебе говорю, пришельцев не существует. Посмотри на это фото, сука. Литающая тарелка, красноречивое доказательство их существования. Это не фотошоп. Ладно, я верю тебе, что дальше. Помоги мне, есть один отчёт по пришельцам. Ладно, но если это розыгрыш, ты, гурько, пожалеешь об этом. Следуй за мной. Нам нужно вернуть отчёт на столе, который лежит. Там вся информация о появлении пришельцев на Земле. Мы используем её, чтобы вызволить мою маму и Джо. Ладно, только я не понимаю, как мы это сделаем. Давай думать. Этот чокнутый доставил нам кучу проблем. В следующий раз встреча с нами для него плохо кончится. Так. Шокер дать тебе? Шокер на людях не очень удобно. Никогда бы не подумал, что вонючая панкушка станет мне помогать. Заебись, блядь. Ты можешь забежать взять отчёт оттуда? Не думаю, что это сработает. Что ещё у нас есть? Может, отвлечь агентов? Как я это сделаю? Спроси, как пройти куда-нибудь. Притворись, будто у тебя приступ. Ладно, пойду. Здорово, гондоны. У меня приступ. Убирайся отсюда. Тебя здесь быть не должно. Ребят, неплохо. Вставай. Знаешь, что ты притворяешься. Все знают, что ты при приступе. У людей идёт пена изо рта. Я чувствую себя лучше. Пожалуй, пойду. Пена. У меня, по-моему, зубная паста есть. По-моему, я уже где-то это видел. В каком-то фильме так делали. Когда мы поймаем пацана, я привяжу его к столу. Значит, зубная паста... У меня мы её в самом начале взяли. Иди, перетворись, будто у тебя реальный приступ. Она поможет в актёрской игре. Давай. Ну, по идее, так должно сработать. Ребятки, мне херово. Убирайся. Тебя здесь быть не должно. Вот. Чёрт, у неё пена изо рта. Похоже, это серьёзно. Что нам делать? Даже не знаю. Будем стоять и втыкать. Так, они не палят меня, да? Хуенчик. А можно их, короче, облутать, что-нибудь взять? Агент Колдер. Ладно. Потом почитаем. Отчёт о пришельцах у меня. Отличная работа, Рэйвен. Подожди меня на улице рядом с тем чокнутым. Ладно, приятель. Зашибись, бля. Пацаны, отчёта нет. Отчёт украли. Мы займёмся этим позднее. Странные вещи творятся в этом участке. Согласен, блядь, ебала какая-то. Так, у меня есть отчёт. Отчёт с необходимыми координатами ангара 19. А что мы ещё не использовали? Сахар использовали, еду рыбью использовали, биту. А мы, в принципе, уже всё юзали. Слушай, а там были другие шкафчики. Может, их тоже разбить можно? Шкафчик номер 4. Я не собираюсь заниматься беспричинным вандализмом. Говорит нам Джонни. Ладно. Я тебя прекрасно понимаю, братишка. Так что поехали. А что Леди Гага нам скажет? Подожди. Мне ничего не нужно. Ладно. Нет, так нет. Но нет и суда нет. Значит, все наши здесь, да? Давай спасём, Джо. Сначала нужно найти, на чём ехать. Вот Макларен. Жди здесь. А мы типа сели. Нет, подожди. Тебе садится пока рано. Ты должен рассказать Макларену о том, что хочешь использовать его тачку. Давай спасём Ромеро. Сначала надо найти координаты ангара 19. Жди здесь. Так у меня есть... А, так это пиздюку надо или этому дать? Подожди. Тебе надо их дать? Я не знаю, что с этим делать. Зашибись, блядь. Так, давай вот этому дадим. Чокнут. Я достал отчёт, и у нас есть машина. Так чего мы ждём? Поехали. Итак, четверо храбрых товарищей направились к ангару 19, чтобы спасти своих друзей. Готовьтесь, пришельцы, мы идём за вами. Продолжение следует. Чудесно? Охрененно. Естественно, что продолжение есть, насколько я помню. Час спустя. Хватит с меня с этой классической музыки, приятель. Может, выключишь его, что более панковское поставишь. А мне нравится. И мне тоже. И мне. Так что молчи. Несколько часов спустя. Что-нибудь из The Clash, например, песню London Kellen. Она есть Spotify, если что. Тут, по-моему, Spotify никто не пользуется, мне кажется. Много часов спустя. Смени радиостанцию. Плевать на какую. Только выключи это дерьмо. Я больше не выдержу. Ладно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это жесть какая-то. В общем, здесь у нас заканчивается вторая часть похождения Джонни Моносера. И нас ждёт ещё третья часть. Она доступна. Так что, если хотите продолжения, ставьте палец вверх. Подписывайтесь. С вами был Брэйн. Всё хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»